Эти знаки на улице Островского пока еще закрыты черной пленкой, но совсем скоро их действие вступит в силу. Парковаться запрещено, работает эвакуатор. И это решение приняли сами сочинцы. Накануне проводился ряд опросов населения, которые обозначили главные болевые точки стоянок. Теперь территорию активно патрулируют инспекторы ГИБДД. Пересмотрена и правомерность прежних разметок и ранее установленных знаков. Здесь, например, еще недавно было 15 машиномест для инвалидов. Теперь их количество сократили вдвое. Полицейские дают оценку. Эвакуация в Сочи стала вызывать меньше нареканий. Основным приоритетом является недопущение парковки, когда подвижная рада жабарная служба с использованием системы громкоговорителей предупреждает водителя нарушение права основной стоянки и пытается их убрать. Для тех водителей, которые оставляют свои автомобили в зоне действия знаков, с помощью понятых вставляется подокол сдержания, после чего указан транспорт перемещается на специализованную стоянку. Патрулируют центральные улицы города, как правило, два экипажа ДПС. Инспекторы составляют протокол и только тогда вызывают эвакуатор. Комплексное изменение алгоритма расчистки города уже дало первые результаты. Несмотря на то, что все транспорты, эвакуация транспорта происходит, это не основная цель провести именно эвакуацию транспорта. Основная цель сделать улицы проездными, чтобы машины не нарушали правила дорожного движения. Вставляется очень много административных материалов, протоколов нарушения правил дорожного движения. Производится эвакуация в крайних мерах, когда транспорт мешает. Воровского, Островского, Конституции, РОС – улицы, где неправильно припаркованные машины непременно приводят к пробкам отныне под пристальным вниманием не только инспекторов ДПС, но и городской администрации. География Золотого квадрата будет расширяться, опять же, по согласованию с жителями. И, может быть, именно поэтапная расчистка улиц избавит весь город от неизбежных заторов на дороге.